Далее мы с вами переходим к вводной учебной неделе. Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию, которую я выделил. Далее, просмотрите видео-лекцию «Введение в курс», о чем этот курс. Далее, у нас есть раздел «Описание курса». Нажав на который, вы сможете ознакомиться. Описание курса, а также цели курса, содержание и основные требования из системы оценивания. Все вы здесь найдете. Далее, нажимаем «Вернуться обратно». «Расписание курса по учебным неделям». Нажимаем. И у нас открывается следующее окошко, для того, чтобы либо скачать расписание, либо посмотреть его на отдельной странице. Мы с вами видим расписание. Здесь отображено, что нужно сделать на каждой учебной неделе, какие видео-лекции нужно просмотреть, какой материал нужно прочитать, какое задание выполнить и на какой вопрос нужно дать ответ. Все это вы здесь видите. Далее, закрываем это окошко и переходим к следующему пункту. Это наши форумы. Это очень важная часть, так как вы должны участвовать в каждом из них. Первый форум «Расскажите о себе». Это форум, естественно, там, где вы подробно рассказываете о себе, каким служением занимаетесь, о вашей семье, о ваших целях. Далее, учебный форум курса. Это тот форум курса, где вам будут предоставляться вопросы, и вам необходимо будет их обсудить и дать ответы. В этом форуме вы получаете какие-то новостные извещения, преподаватель будет создавать какую-нибудь новость, и чтобы узнать, что нового или что необходимо нам сделать на этой неделе, почаще заходите на этот новостной форум, чтобы узнать, что от вас требуется. Вопросы ведущему курса. Если у вас возникнут какие-то проблемы, какие-то трудности с изучением какого-то данного материала, или, допустим, что-то у вас может не открыться, вы можете обратиться в этот форум. Мы еще подробнее к нему вернемся. И оставить там вопрос. И также наша молитвенная комната. Молитвенная комната – это тоже важный очень форум, где вы можете поделиться о своей молитвенной нужде, а также посмотреть молитвенные нужды других студентов и присоединиться к их молитве о них. Далее. Раздел «Литература». Работа с литературой. Работа с литературой по курсу «Основа академической грамотности». Если мы щелкнем по этой ссылочке и перейдем на страницу, где вы сможете увидеть, на какой учебной неделе какие книги вам необходимо или статьи прочитать. Это так вам для общего развития и видения картины. Вернемся обратно. И рассмотрим с вами следующий пункт. Это книги, статьи по темам курса. Нажав на ссылку, вы перейдете в раздел, где вы можете видеть все эти книги, ну а также вы можете их скачать. Вам всего лишь нужно нажать на ссылку, и у вас появится такое окошечко. Нажимаете. И пошла закачка файла. Далее. Переходим обратно. Мы с вами видим здесь книгу Хрисоматевы. Вы также можете на нее щелкнуть, перейти к книге, либо прочитать, либо закачать. Так. Требования для написания отчета по чтению. Для того, чтобы вам правильно написать отчет, как раз вам именно в этот раздел необходимо обратиться. Здесь мы с вами видим следующие рекомендации, которые нам необходимы придержки. Ну тут все очень просто. Просто внимательно читайте вопросы и постарайтесь на них ответить. Переходим к нашей главной странице. Следующий пункт это письменные задания. Письменные задания по курсу. Если мы нажмем на эту ссылку, то мы сможем с вами ознакомиться с тем, какие письменные задания вас ожидают на каждой учебной неделе. Возвращаемся на главную страницу. И следующим пунктом нашей вводной недели будет глоссарий. Глоссарий это такой модуль, где вы видите определенный список определений, используемых в курсе. Это что-то наподобие словаря. Давайте щелкнем и посмотрим. Это такая вот справочная система, где вы можете переходить с одной страницы на другую и посмотреть, что данное слово означает. Ну это дополнительный материал, с которым вы можете ознакомиться.